Ну, сегодня понедельник, утро рабочего понедельника, 27 сентября 2021 года. Это мы выезжаем с Овсянки и выезжаем на трассу Р-257 или Абаканскую, кому как нравится. И движемся мы сейчас в сторону Красноярска. Хочу показать вам природу, потому что населенных пунктов, кроме Слизнева, до Красноярска не будет. До Красноярска километров, наверное, 12, если быть точным. Вот сейчас мы проезжаем, с левой стороны у нас получается село Овсянка, улица Марцинкевича. Новая улица, это Новая улица, а Марцинкевич, это, по-моему, был первый директор ДОЗа. Это было очень давно, это было очень давно, и вот его именем назвали улицу. Это было еще во время строительства Красноярска ГЭС. Сейчас вот мы заезжаем, получается, проезжаем на территорию Слизнева. Слизнева, вот она называется Слизнева. Вот с правой стороны, с правой стороны заправка, и там дальше клуб, фельдшерский пункт, и проезжаем. Вот видите, он с правой стороны, это отель Ассоль, а как его называется? Айгуль. Алсу, Алсу называется, да. Вот эта вот речка называется Малая Слизнева, которую мы проехали. И вот сейчас, получается, мы с правой стороны, с правой стороны. Вот, это вот заправка, еще одна заправка. А как бы сам поселок расположен, кстати, вот по речкам, по речкам в правую сторону. Эта вот река называется Большая Слизнева, и туда-туда в основном поселок расположен. А с левой стороны у нас железная дорога и река Енисей. А вот прямо, видите, прямо гора. Это Слизинская смотровая гора, на которой мы с вами не один раз были и обозревали окрестности с высоты этой площадочки. Но сейчас мы проезжаем мимо. И, кстати, вот в этом месте, именно в этом месте, мертвая зона для связи, сотовой связи. Тут в этом месте не ловит связь никакая прямо, не телефонная, ну и тем более интернета нет. Это чтобы вы знали. Так, вот поднимаемся. Вот это вот место, скажем так, раньше помнится, ну как раньше еще, при советской власти. Тут много-много машин падало, часто падало, потому что в основном эти, не знаю, эти самые фруктовые машины. Потому что, как бы, дороги не знают, правила немножко пренебрегают, потому что едут далеко. И вот бывает, что кувыркаются прямо под обрыв. Под обрыв. Так, вот мы сейчас проезжаем, сейчас вот это, с левой стороны будет заезд на Слизнинскую смотровую площадку. А с правой стороны я вам покажу, будьте внимательны, стоит очень-очень часто, очень долго стоит. Видите, машинка стоит. Это, значит, стоит этот самый регистратор, регистрирует нарушение правил дорожного движения. В основном, какое нарушение? Превышение скорости и пересечение сплошной линии. То есть, как бы, знаете, что они здесь стоят постоянно. Место такое прикормленное. А вот, где мы проехали, с левой стороны, площадка Слизнинская. И еще, я просто вам говорю, скажем так, имейте в виду, там туалет есть, бесплатный, общественный туалет. Довольно-таки цивильный. И работает он, по-моему, с восьми до пяти. То есть, это дело такое, ладно, если там мужчинам в кустике убежать, а если там сложности будут, то вот это место есть. Это 24 километр от Красноярска, получается. А вот такая вот у нас есть дорога, дорога, дорога. И обращаю внимание, что с правой стороны дороги хорошие, такие, знаете ли, эти самые обочины заасфальтированные. Вот видите, мы сейчас, нет, так, ну, не стал прижиматься, потому что едем мы сейчас за этой машинкой. И знаем, если кто местный, то знаем, что скоро дорога будет, ну, короче, будет раньше, скоро будет две полосы дороги. Поэтому можно не торопиться, можно не рисковать, можно не обгонять на таком-то участке машины. Вот дождаться, вот, видите, открылась вторая полоса, мы ее раз, и прижались в правую сторону, чтобы пропустить две машины, которые идут сзади, потому что, ну, может быть, люди торопятся сильно, бывает такое. А она, кажется, не торопится, просто прижалась ко мне сзади, и едет машинка эта беленькая. А вот черненькая тоже не торопится, ну, так сейчас она меня обгонит. Ну, это ладно, бог с ним. Смотри, смотрим по сторонам, смотрим по сторонам. Это вот лес осенью в Сибири, вот он такой вот. Вот, сейчас конец сентября, скоро будет октябрь, октябрь, про погоду еще постоит, я так думаю. Ну, а в ноябре уже будет все морозы, как, знаете ли, после 7 ноября, как будто по заказу. Хлесь и мороз. Вот такая погода у нас. А вот сейчас мы будем пересекать, сейчас мы, сейчас, вернее, трасса пересекает линию электропередач, ЛЭП. И под ЛЭП справа и слева будут дачи, дачи, дачи будут. И эти вот дачи еще относятся к городу Девногорску, то есть, это вот дачный массив, он относится к городу Девногорску. Я почему знаю, ну, по переписи знаю, была сельхозперепись, я там не участвовал, и вот этих людей я переписывал, эти дачи. Сколько там репки сажают, сколько картошки, сколько всего, да, забавная была работа. А вот это вот мы проезжаем еще раз. Вот в эту, по правую сторону, там тоже, тоже еще одна ЛЭП есть. И под ЛЭП там были, давали покосы овсянским мужикам. И вот у соседей у моих были покосы. И вот каждое, каждое лето я, скажем так, участвовал в этой, в этой битве за сено. Но не косил, потому что, секундочку. И это, скажем так, были покосы, которые давались на неудобие. Но помню, хорошо помню, что по Девногорску, скажем так, все эти вот наши пустыри, лужайки косили люди. Прям так, знаете ли, бегом косили. Скашивали, грузили сразу же в прицепы и увозили домой. Ну, такие, знаете ли, хозяйственные мужики были, что было и не ухватишь, понимаешь ли, травы в городе Девногорске для скотины. Ну, а сейчас то ли скотина кончилась, то ли мужики рукастые, работящие кончились. Но сейчас у нас довольно-таки, довольно-таки зарастает трава, травой наши пустыри, наши лужайки. Это вот с правой стороны, это начинается тещина языка. Вот с правой стороны здесь стоял, обычно машина стояла. Ну, господи боже мой, машина стояла, картошкой торговала, сейчас ее нету. Ну, картошка, честно говоря, была 25, когда начиналась, только только, когда начинали торговать. Потом 28, а сейчас 35 уже. То есть, как называется, называется инфляционные ожидания. Я, значит, стер звуковую дорожку, сейчас переписываю ее, уже буду, так сказать, дома у себя. Это вот тещин язык, и вот поэтому на заднем плане мои гуси, петухи, куры орут, понимаешь ли, громким голосом. Ну, черт побери, к сожалению, придется вам их слушать. Ага, это вот мы выходим из тещиного языка, с тещиного языка. И вот с правой стороны опять-таки хорошая такая, знаете ли, хорошая обочина асфальтированная, где тоже можно прижаться в случае необходимости, в случае нужды, чтобы пропустить торопливых людей. И в то же время сейчас мы догоним тех торопливых, которых мы пропускали. Они будут идти, все будут идти колонной. То есть, хочешь смотреть за машиной, в зад смотреть, можешь, можешь торопиться. Не хочешь, ну, пропусти всех, пускай они там бегут, бегут, значит, бодаются между собой. Смотрите дальше. Сейчас вот начинается уже дача, дача города Красноярска. Дача города Красноярска начинаются справа, слева. О, видите, какая-то ребристая уже, и буквально через каждые там 5 километров такая вот на дороге красная ребристая полоса. А сейчас вот начинаем. А это уже автобусная остановка города Девногорска, городского маршрута. И вот смотрите, с правой стороны там такая компания Клен торгует... Так, где она там? Да, проехали мы ее. Торгуют саженцами. Я у них покупал яблоню жигулевскую. Вот у нас, сейчас у меня растет. Будет хорошая. Ага. И сейчас мы... Да что ж ты разорался-то? И сейчас мы, скажем так, уже в черте города Девногорска... Извиняюсь, Красноярска. В черте города Красноярска мы идем. И вот сейчас с правой стороны будет... С правой стороны будет кафе. Я помню, в Святые 90-е, понимаешь ли, это кафе раз, наверное, 3 горело. И также раз, наверное, 4-5 переходило из рук в руки. Сейчас там уже такой, знаете ли, двухэтажный комплекс, гостиница, кафе. Ну вот. Сейчас мы где-то ее видим, 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 видим. Сейчас она вот будет за поворотом с правой стороны. А с левой стороны будет уже перед Роевым ручьем будет стоянка автобусов 50-го, 19-го, 78-го. Так, вот у нас с правой стороны. Ну вот, проехали мы, короче, не увидели ничего. Так. А, вот он с правой стороны. Это кафешка. Кафешка. А с левой стороны у нас, получается, стоянка автобусов. Городских автобусов. А вот сейчас мы поднимемся на горочку. И опять же, с правой стороны будет Роев ручей. Хорошее место. Получается, что от овсянки до этого Роевого человека, наверное, 12 получается. Ну и 12 минут неторопливо езды стоит. Мы там, мы часто бываем. Ну, как часто бываем? Теперь уже не часто. Но раз в год стараемся ходить на столбы и в Роев ручей. Это вот Роев ручей у нас с правой стороны. Единственное, что с левой стороны там у нас была стоянка бесплатная. Теперь ее перекопали. Ну и повторюсь, что сегодня понедельник. Рабочий понедельник, утро понедельника. И мы приезжаем в строительный магазин по своим делам. И поэтому дальше мы не поедем. И дальше показывать вам ничего не буду. Просто подписывайтесь на мой канал, если досмотрели досюда. И всего вам доброго. До новых встреч. Так. Все. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok